Рик Риордан, Перси Джексон и Похититель Молнии. Так вышло, что сначала я увидела экранизацию. Сказать, что она мне не понравилась, значит, чего не сказать. Я не хочу оскорбить чувства поклонников фильма. Но... И когда я услышала, что это экранизация, а не самостоятельный фильм, я в штыки поняла идею прочитать книгу. Это на меня очень не похоже. Я считаю, как бы не была достоверна экранизация, судить по книге, это всё равно, что судить об океане по луже. Ну вот, это совершенно разное. Хотя и то, и то из воды. И, ну, Оля Пантельник так убедительно и восхищенно отзывалась об этой книге, что я всё-таки решилась. Ну и, хотя мой отзыв будет таким нейтральным, скажем так, я не пожалела о том, что я прочла эту книгу. Первое, на что я обратила внимание, это сходство с Гарри Поттером. Необыкновенное. Я даже себе выписала пару пунктов, перечислю. Название книги, которое соответствует формуле. Главное имя персонажа, плюс какая-то его вот ключевой момент книги. Главный герой является полукровкой и избранным. До того, как он узнал о своей избранности, у него в жизни случались какие-то прям странные странности. Прошу прощения за тавтологию. Отсутствие полной семьи. Немножко снисходительное отношение к маклам, которые в данной книге выступают в роли неполубогов. Главный герой книги – это два парня, плюс одна умная, но немножко зазнающаяся девушка. Что-то напоминает, да? Есть предмет одежды, который делает своего обладателя невидимым. Нельзя произносить определенные имена. Очень мне понравился, кстати, один абзац. Хочу тебе его процитировать. Это мифы, которые создавали, чтобы объяснять молнии, смену времен года, ну и прочее. Это то, во что люди верили, пока не появилась наука. Эти слова мне такими родными показались, вероятно, потому что Крапивин писал почти то же самое в своей книге «Сказки Сева Гусенко». Я была немножко расстроена, когда читала тем, что автор слишком старательно показывал, чей Перси сын. Дело в том, что сначала как бы была интрига, что никто не знал, какого бога Перси сын. Но автор так старательно пытался показать читателю, чей именно он сын. Конечно, нужно, сюжет требует просто того, чтобы намекнуть на это. Вердан слишком целенаправленно намекает. Я сейчас, конечно, не буду произносить имя того бога, чей Перси сын, чтобы не испортить чтение потенциальным читателям. И с тобой ещё не была прочитана эта книга. Может быть, тебе повезёт, и ты окажешься менее отгадленным человеком, нежели я. Ну вот, мне не совсем повезло в этом плане. А ещё, когда я прочитала, что олимпийские боги обитают в той стране, которая наиболее влиятельна на Западе, прочитав эти слова, я просто неприлично фыркнула. И подумала, если так, то в какой стране обитают боги Востока? И что это за боги? Шумерские, египетские, индийские? Я бы назвала эту книгу отличным способом пробудить в детях, ну не только в детях, интерес к культуре греков и римлян. И сама книга немножко выступает в роли... Сама книга проявляет себя как какой-то источник знаний, скажем так. Но всё-таки недостаточно сильно. И действительно, если бы я ничего бы не знала о греческой и римской культуре, мне бы захотелось поглубже изучить этот вопрос. Книга мне понравилась. Она нормальная, интересная, увлекательная. Такое лёгкое чтение на вечер. Но продолжение я читать не буду.